Привет всем, меня зовут Роман и вы смотрите канал Злой Космос. Сегодня научно-популярный разбор двух одновременных событий, которые в этом месяце привлекли повышенное внимание, ну и конечно обсудим еще несколько странностей, куда же без них. Итак, в нашем внимании сегодня появление новой кометы Си-2025V1 Борисов и его странной траектории. Поведение межзвездного объекта 3i Atlas, включая его реакцию на мощнейшие солнечные вспышки. Что разглядел телескоп Джеймс Уэбб на поверхности 3i Atlas? Какие физические механизмы лежат в основе наблюдаемых явлений? Что еще увидели наземные телескопы и какие выводы уже можно сделать на данный момент? Так что устраивайтесь поудобнее, а мы полетели. Итак, новый гость в нашей системе. Комета Си-2025V1 Борисов. Не путать с межзвездным объектом 2i Борисов. Наш новый странник был открыт к римским астрономам Геннадием Борисовым в этом году. Да, Борисов становится все больше. Но это же здорово. Позже комета попала в поле зрения и других астрономов. Особенностью этого объекта является практически полное отсутствие хвоста. Но по траектории она обычная, местная. Однако в отличие от большинства активных комет, приближающихся к Солнцу, V1, будем ее так называть, демонстрирует лишь кома – газополевое облако вокруг ядра. Это поведение указывает на возможное плотное покрытие поверхности, ограниченное содержание летучих веществ или структурные особенности ядра, препятствующие сублимации. Такие характеристики делают объект крайне интересным для спектроскопических исследований и мониторинга активности при перигелии. На данный момент V1 движется между Землей и 3i Atlas, создавая уникальную конфигурацию для астрономических наблюдений. На первый взгляд, это может показаться просто астрономическим курьезом. Но если присмотреться к его траектории, то заметите, что он выравнивается с 3i Atlas. И картинка становится по-настоящему странной. А такое увидишь редко, а возможно только однажды. А вы уже чувствуете, как контактеры медленно уходят в астрал, а конспирологи мастерят шапочку из фольги. Но правда в том, что внутри Солнечной системы сейчас действительно наблюдается концентрация аномальных объектов. Ну или мы просто стали чаще поднимать глаза. 3i Atlas, недавно переживший перигелий, не продемонстрировал характерного хвоста, несмотря на мощнейшие солнечные бури и потоки фотонов, которые, казалось бы, должны были вызвать интенсивное испарение его поверхности. Теперь же новая комета появляется в пространстве между ним и Землей. Эта комета еще не достигла своего перигелия, ближайшей точки к Солнцу, которая ожидается к концу этого месяца, а уже вызывает вопросы о взаимодействии солнечной активности с ее поверхностью. Все это сопровождается солнечными пятнами и бурями, которые на первый взгляд не представляют угрозы, но потенциально могут влиять на электрические и магнитные поля Земли. Наблюдения показывают, что большинство астрономов фиксируют лишь кому новой кометы, а хвост виден только у немногих. Первичные данные указывают на то, что объект не испаряется так, как типичная комета. Скорее всего, он состоит из более твердых минералов, металлов и углерода. Вода и лед присутствуют на крайне малых количествах. Это объясняет отсутствие длинного хвоста и странного яркого отражения света от его поверхности. Если мы посмотрим на траекторию этих объектов с помощью современных инструментов визуализации, становится очевидно, что выравнивание оси 2025V1 Борисов и 3i Atlas почти идеально. Это событие происходит буквально в течение нескольких дней и вызывает у исследователей странные ощущения. В любом случае и это подается привычно логике. По крайней мере, передачку они сделают. Предстоящие наблюдения будут критически важны для понимания формирования хвоста, если он появится, а также для сравнения реакции кометы с межзвездным телом на одинаковые солнечные воздействия. И кстати о них. Событие, за которым следили обсерватории, началось с серии сильных солнечных вспышек класса Х и связанных с ними корональных массовых выбросов. Вспышки класса Х это самые энергичные события по классификации, способные выбросить в межзвездное пространство большие массы плазмы и сильные магнитные возмущения. В типичных случаях сильных вспышек, малые тела, богатые летучими веществами, реагируют повышением активности. Растет скорость сублимации, увеличивается выделение газа и пыли, формируются более выраженные хвосты и возможно частичное разрушение поверхностных структур. В крайних случаях ядро раздваивается и распадается на несколько фрагментов. Такие распады регистрировались для некоторых комет в прошлом, при резких тепловых и динамических нагрузках. Для 3i Atlas наблюдаемая реакция оказалась смешанной. Наблюдения показали резкое изменение яркости после прохождения перигелия, а также данные по негравитационному ускорению. Однако классический, заметный хвост не проявился так выраженно, как ожидалось при подобной потере массы, что породило дискуссию. Либо из выброшенного материала большая часть оказалась в невидимом виде, либо наблюдаемая ревизия скорости обусловлена иным эффектом, например асимметричным выбросом газа, электромагнитным воздействием или сочетанием нескольким факторов, ну или инопланетяшки. Но вот что стало известным. Во время максимального сближения 3i Atlas показал следующий регистрируемый феномен, подтвержденный несколькими инструментами. Первое. Быстрое увеличение яркости, превышающее предварительные предсказания за счет усиленной кометной активности или изменения альбедо поверхности. Второе. Наблюдаемое изменение цвета в направлении синего оттенка в некоторых съемках после перигелия. Синий переход объясняет ростом доли мелкой пыли или специфическими спектральными линиями ионных выбросов, которые легче отражают или излучают коротковолновой части спектра. Данные по цвету требуют уточнения и повторного спектроскопического контроля, однако несколько обзоров фиксируют заметный сдвиг в более синие тона. Третье. Джеймс Уэбб в инфракрасном диапазоне зарегистрировал признаки толстой облученной коры на поверхности 3i Atlas. Спектральные характеристики и распределение теплового излучения указывают на образование плотной, сильно измененной слоями радиационного воздействия внешней корки. Это согласуется с моделями, где длительное воздействие космического излучения плотных, углеродистых и металлических составляющих приводит к образованию твердой поверхности, который препятствует немедленной массовой сублимации при нагревании. Энергобластеры не обнаружены. Очень жаль. Эти наблюдения в совокупности подталкивают модель, согласно которой 3i Atlas объект с плотной, облученной корой, внутри которой могут быть летучие вещества, ну или звездный десант. Перигили может вызвать локальные разрывы коры, кратковременные выбросы и асимметричные реакции, приводящие к видимому ускорению и кратковременному повышению яркости. Далее телескоп Хаббл и наземные обсерватории дополняют картину видимых и ультрафиолетовых спектров. Совокупность наблюдений позволила зафиксировать изменения цвета, тепловые характеристики и составные сигнатуры, включая обнаружение водяного льда и CO2 на ранних этапах наблюдений. Несмотря на кажущуюся спокойность, 3i Atlas и C2025V1 Борисов несут потенциально значимые последствия. И прямо сейчас солнечные бури и излучение взаимодействуют с поверхностью двух объектов, создавая условия для наблюдения редких физических явлений. Гравитационные и негравитационные ускорения, влияние солнечного ветра и светового давления. Все это формирует траекторию, которая продолжает удивлять. Даже когда объект приближается к Земле, мы не можем точно предсказать его поведение. Только лишь с опозданием, ну когда уже все полыхает. Сейчас наблюдение продолжается со всего мира. Например, Китай показал изображение с орбитального зонда вокруг Марса. НАСА планирует новые снимки с орбитальных телескопов, а астрономы по всему миру сообщают о небольших изменениях яркости и движения объекта. Наблюдая за этими двумя аномальными объектами, мы видим окно в сложную динамику внутренней солнечной системы. Несмотря на одинаковое воздействие Солнца, они реагируют совершенно по-разному. Один объект проявляет яркие всплески активности, изменения спектрального цвета и небольшое негравитационное ускорение, в то время как другой остается практически бездействующим. Одновременно с этим регистрируются многочисленные болиды и метеорные потоки, что подчеркивает, насколько динамично и сложно устроено пространство вокруг Земли. Что ж, страшно подумать, что будет в следующем году. Возможно, будущее наблюдение Джеймса Уэбба, Хаббл, обсерватории имени Веры Рубин и наземных спектрометров дадут ответы на многие из этих вопросов. Но, скорее всего, космос снова напомнит нам о своей непредсказуемости и добавит нам еще несколько загадок. Субтитры добавил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА